Так, продолжаем. Сегодня уложимся в две части. Дальше на лед вышла Лиза Берестовская. В этот раз по сравнению с короткой программой музыкальные композиции порадовали, что первая, что вторая. Звучало все довольно неплохо и в целом подходит Лизе. Опять же стоит отметить, что прыжки, именно выезды и заходы на прыжки, все это стало лучше. Заходы стали короче, а выезды более инертными. Тем не менее, что касается каскадов 3.3, уже были видны некоторые сложности. Косюмчик вот этот спортивный ей прямо очень идет. Замечательно в нем смотрится, выглядит. Ну и так же Лиза порадовала своей улыбкой. В кои-то веки, что в короткой программе, что в произвольной, девочка научилась более-менее контролировать свои эмоции. Если раньше, в прошлых сезонах, это было просто как-то бездумно, обычная улыбка на показ, которой было слишком много, в которой было переигрывание, и очень часто она даже раздражала. Попробуйте вместо одной ложки сахара целую чашку себе насыпать. Вот так же и было с этой безудержной улыбкой. Сейчас наконец-то Лиза научилась, судя по этим двум прокатам, хоть как-то более-менее контролировать ее и использовать именно тогда, когда нужно, без вот этого лишнего переигрывания. Так что прокат в целом был очень неплохой, но на высокие ли оценки? Ну, скорее всего, нет. Хотя, опять же, все-таки для начала, для вот этого нового какого-то перезапуска, это было вполне себе хорошо, и будем надеяться, что по ходу сезона Лиза будет прогрессировать. Про Соню Муравьеву мы отдельно уже поговорили, про этот ужас в начале ее программы. А вот что касается Ульяны Шаряевой, в очередной раз Ульяночке удался замечательный прокат, и в этот раз это было настолько нежно, как вот говорит наша любимая Татьяна Толина Тарасова, нежнятина. Вот это вот та самая нежнятина была на льду, такая прям куколка-куколка, костюмчик у нее вот этот тренировочный, замечательный. И так она на льду здорово смотрится, настолько органично, что касается программы, музыкальной композиции. В целом все очень здорово и очень подходит, особенно в самом начале. Но вот в середине, там, когда музыка усиляется, какая-то другая вроде бы мелодия начинает играть, она снова сильнее, чем Ульяна, и даже как-то сама музыка выбивается, не соответствует той нежности, которая на льду. То есть катается такая очаровательная девочка, музыка какая-то такая бум-бум-бум, что-то эпическое, требующее огромное количество энергии. То есть в данном случае музыка даже мешала, вот в этой части, в середине. Но в остальном вот эта вот мелодия очень здорово сочеталась с катанием Ульяны. Конечно, пока осторожничает, аккуратничает, но в этот раз как-то получше. Чуть менее замкнута она катала, чем вчера. Ну и прям Ульяна порадовала своей дорожкой шагов, так она старалась шажочки все эти делать. Очень все это смотрелось занимательно и мило. Так что от подобного проката можно испытать только положительные эмоции. Маша Захарова. Ну, во-первых, потрясающий выбор музыкальной композиции. Правда, не совсем понятно, если там разделение куплета и припева, там так получается, что куплет и припев идут как-то вместе. То есть то ли припева нету, то ли нету куплетов. Вот сама по себе вот эта музыка, она очень сочетается со стилем катания Маши. Безусловно, пока что программа сама по себе выглядит очень сыро, и весь прокат был сумбурный. Вначале, я так понимаю, была попытка четверного прыжка, но получился пониженный, даже тройной, по-моему, пониженный. Но это так, мелочи. В целом, конечно, вся эта сумбурность и суета так или иначе коснулась остальных прыжков, но, к счастью, незначительно. Пока что видно, что Маша то ли не до конца понимает, то ли не до конца ощущает вот этот образ, который нужно передать. Но самое главное, что вот эта музыка, сам стиль, это вот прям ее, это ее стихия. Именно в таких программах она может смотреться крайне эффектно, особенно в части с дорожкой шагов. А пока что все было со слишком серьезной мордашкой, с механическими заскриптованными движениями, не ощущалось именно жизни в программе. Но вот как только Маша ее почувствует, тогда вот эта дорожка шагов под такую музыку, ну ее можно будет просто бесконечно пересматривать. Так что программу нужно пока накатывать, накатывать и накатывать, чтобы все выглядело органично. Аделия Петросян. Ой, она у нас каталась до Маши. А я, получается, наоборот посмотрел. Сначала на Машу, потом на Аделию. Ну, видимо, неспроста получилось так. Ну, во-первых, что касается программы в целом, точнее даже не в целом, а первой части программы, самого начала, вот когда она лежит и поднимается. Мы вчера говорили о такой неприятной ситуации, как муки хореографа, хореографические муки, то есть есть писательские муки, есть муки художников, и вот муки хореографов. Когда много фигуристок, а ты один, и отсюда появляются все эти заимствования из своих же предыдущих программ. И вот это начало программы Аделия, это прям Алина Загитова. Движение рук, сам стиль, вот начало, это один в один Загитова. А дальше этого будет больше и больше, в этом-то и проблема. Тем, кстати, страшнее перед взрослыми контрольными прокатами. Ну да ладно. К сожалению, на прыжках Аделию как шатало, так и шатает. Тем не менее, вот этот ее стиль катания, он практически подходит под любую музыку. Но в этом есть и плюсы, и минусы. То есть плюс в том, что он универсален, а с другой стороны, как найти себя. И вот эти вот две музыкальные композиции, которые играли, обе идут, обе подходят Аделия, и обе нормальные, в кои-то веки. И Аделия очень здорово под них смотрится. Но из-за вот этой универсальности теряется какая-то уникальность. То есть впечатление от проката остается положительное. С самым уровнем катания все это было классно. Но потом вот начинаешь вспоминать, а о чем это было? Что это было? И как-то все заполняется туманом. Ну, конечно, не очень здорово получилось, что у нас повторяются музыкальные композиции. Ну, в принципе, довольно распространенный случай. Ну, и завершало выступление девочек Соня Самоделкина. И, к сожалению, факт того, что она вот так вот внезапно выросла, обычно все-таки рост начинается чуть позже. Но, во-первых, я не понял, что с музыкой, потому что в конце прошлого сезона вроде бы как собирались катать под кое-что другое, хотя, может быть, это имелось в виду короткая программа, но произвольная получилась совсем безликая, вроде бы интересная дорожка шагов, но в целом, что катание, что музыка, ну, это было совсем неубедительно, это было скучно и неинтересно. И от этого, конечно, очень грустно. Что там с четверными, с тройным акселем, тоже непонятно. Как здорово их Сони щелкало в прошлом сезоне, а в этом сезоне подросла, и не хотелось бы, чтобы из-за этого она потеряла эти прыжки. Ну, как будто бы мало было этого, еще и музыка, и само катание. Если прошлая программа Сони и ее катание в ней, на протяжении, кстати, трех сезонов, это с первых секунд было что-то особенное и настолько захватывающее, и было видно, что катается реальный лидер, девочка, которая может сметать все на своем пути, то вот в этой программе Сони каталась, как обычный середняк. К сожалению, сегодня это был один из худших прокатов. Ну, вот такая вот эта штука физиология. Никогда не знаешь, когда вырастешь. Хотя, опять же, постановка тоже не помогает. Она могла бы как-то сгладить вот эти острые углы. А с такой программой и с такой музыкой эти углы лишь еще больше выпечиваются. Буду повторять день за днем У тебя плохое владение коньком Буду повторять день за днём, у тебя плохое владение коньком